Два пакетика фикс прайс. Она просто должна быть у меня. Ну, мне кажется, это прикольная штука, но она не бросается в глаза. Ещё и духами какими-то отдаёт. Я на новом месте! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня у нас будут новиночки фикс прайс. Смотрите, целый пакет. А-а-а-а-а! Он не один. Второй. Даже? Даже! Опа! Новое место, да, новая кровать. Вообще, короче, я кайфую. Она мне так нравится. Здесь так клёво снимать. Я, наверное, оборудую здесь всё. Прямо вообще... Ну, короче, ладно, не суть. Потом всё увидите, узнаете. В общем, два пакета, девочки. Два пакетика фикс прайс. Новиночки! Поехали! Вообще, хотела быть с распущенными волосами. Показать вам, какие классные у меня локоны. Но у меня так классно вот заплёлся хвостик. Уже давно, да, я с ним целый день хожу. Это так вообще. Я не для видео заплетала. Смотрю в зеркало. Мне так нравится. Думаю, да оставлю. Прямо так начну снимать. Итак, поехали. Чё первое я купила? Давай, первое. Я зашла в магазин. Новинки, девочки. Первое, что я хочу показать, это вот такая бомбическая новинка. Для нас, для девочек. Блин, вообще вот эти вот акриловые, да, штуки, они очень дорого стоят на Алиэкспресс. Ну, то есть, ни копейки, да. В фикс прайсе самая дешёвая цена на вот эти вот все штучки, да, для хранения акрилов. Смотрите. Ну, это ли не милота. Ну, просто в магазине, понимаете. И самое главное, что здесь достаточно большие такие пространства. Очень много всего можно наложить, положить, высунуть. И кисти, и не знаю, ещё что-нибудь. Я, короче, посмотрю, но в любом случае она будет прекрасно смотреться. А ещё вдруг-то, если неудобно тебе там подлезть, ты крутанула просто. И оп, ты уже с другой стороны, да. Всего лишь 199 рублей стоят. Ну, короче, я когда увидела эту крутяшку, я просто обомлела и думаю, блин, да даже если она мне не нужна, я её просто, ну, потому что она просто должна быть у меня. Всё, я начала снимать, и Мила начала скакать. Дальше, следующая картина нитками. Очень мне хочется с Денечкой попробовать это всё дело. Не знаю, снимем ли мы на мой второй канал, удастся ли нам, да. Но я очень хочу попробовать снять. А где? А-а-а, всё. Вот, тут в комплект входят вот такие штучки какие-то непонятные для меня ещё пока. И их, видимо, надо как-то засунуть вот сюда, в дырочки, в картину. А потом мы берём нитки. Вот они здесь в комплекте, разноцветные. Тут всё показано. И мы начинаем просто обматывать нитками, допустим, жёлтыми нитками обматываем вот этот момент, какие-то колышки, да, типа того что-то. Но мне кажется, это для моторики очень хорошо, для деток, да. Ну, мне кажется, это прикольная штука. Я с Деней обязательно попробую. Думаю, что да, вам будет интересно. Мы снимем на второй канал. А, вот ещё какие-то палочки, колочки. Господи, это столько всего. Короче, такая картина нитками. Будет, обзор будет, потому что это, мне кажется, очень интересная штучка. Дальше. В одном магазине это я купила ещё себе вот такие прищепки, потому что их мало, всё время не хватает. И взяла вот такой вот вакуумный пакет за 55 рублей с вешалкой. Я уже сложила две шубы свои вот так вот в вешалке. Одеяло одно какое-то сложила в диван. Девочки, большое вам спасибо, что кто мне советовал, что можно отсюда пылесосом воздух высасывать. Я никогда раньше не пробовала и просто попробовала. Это, оказывается, так легко. А я всё думала, блин, вакуумные пакеты, мне нужен специальный пылесос. И вот они лежали годами. Сейчас я взяла, всё запаковала. Классно, купила ещё. Вон, кстати, среди всей моей верхней одежды вот они две шубы, которые я сложила. Они здесь очень компактненько вообще. И крючочек там самое то. Надо ещё больше купить. И вот эту шубу сложить, и эту. Так, цены, как всегда, я напишу здесь, потому что я их не помню. Так, дальше, девочки. Девочки, я решила вот что купить. Я не знаю, для чего это. Ну, нет, точнее. Ну, ладно, уж не совсем я такая, да. Знаю, для чего это. Это для выпекания, правильно? Да, это для выпечки. Выпечки. Конечно же, мы будем экспериментировать, девочки. Ваши любимые рецепты я буду делать у себя на кухне. Да. И я подумала, что мне это пригодится. Для чего-нибудь да пригодится, короче, я взяла. Ну, вы поняли, да? Не для какой-то цели конкретной. Блин, только смотрю, а это, оказывается, форма для пиццы. Ну, можно же не только для пиццы, можно коржи выпекать здесь. Дальше, салфетки. Давно я не брала. Вот эти детские салфетки мне очень нравятся. Они классные, суперские, пахнут, мокрые достаточно, мягкие достаточно, не высыхают быстро. Ну, короче, вот эти салфетки розовые, просто обожаю. Я никакой аллергии от них нет. Так, еще у меня закончились ватные диски. Я решила вот такие взять ватные диски классические. Эффект прошитого края, 100% хлопот. Беру. У меня одежды много, девочки, из фикса. Так, еда, блин. Еще мы с вами на втором канале будем тестить вот такую маску зеленого цвета. Это новиночка, не было до этого. Лифтинг, очищение, комплекс ау-куаксель. Очищающая маска-пленка с солью мертвого моря. Короче, мне по кайфу. Неужели новая маска? Я уже так ждала, думала, будет ли когда-нибудь новые масочки в экспрессе, чтобы я затестила. Так, из не еды и не одежды, это я взяла вот такую развивашку. Какая развивашка? Это цветная бумага мелованная. Это для Деньки. Ну, чтобы он что-нибудь вырезал и клеил. С одной стороны белая, с другой стороны цветная. Там были еще очень много цветной бумаги. Была мелованная полностью цветная с двух сторон. Одного цвета. Но я решила взять с одной стороны белая, с другой стороны цветная, чтобы он понимал, что там он на белой клеит, например. Милка есть мои цветы, у меня на глазах. Ушла. Короче, мелованная бумага вот такая вот. Да, разноцветная. Это для Деньки. Что-то я вам показываю. Один белый цвет. Ну, короче, да, она цветная здесь. И вот такую штуку взяла, девочки. Для чего это я себе взяла? Вот, например, у меня дверь. Да, я вот так вот цепляю. Вот. И она держится. И дело в том, что я сюда. Вот как раз-таки это пространство. Да, оно длинное. Это не на постоянку, чтобы где-то висело. Это вот именно цель. Я сейчас скажу, для какой цели. И я вешаю вешалочку сюда. Раз, повесила вешалочку. Два, три, четыре, пять. Да, можно сюда шесть еще повесить. Это для того, когда я отпариваю вещи. Вот, например, для съемки, да, когда мне пришел мешок вещей. Мне нужно их все отпарить, красивенько, да, развесить. И вот, например, отпариватель у меня, да, мне очень удобно. Им как раз-таки вот раз, первая вещь висит, я ее раз-раз отпарила. Потом убрала назад. Она уже отпаренная, да. То есть получается, что вот здесь только у меня будут все мои нужные вещи. Они развешаны везде по всей квартире. Там на ручку какую-то прицепила. Тут на вешалку. Тут на диван, понимаете. Там еще где-то я пытаюсь искать все это дело. Я прям взяла. 77 рублей стоят. Были с красненькими вот такие вот и с желтенькими, короче. Я взяла. Это мне как раз вот для того, чтобы отпаривать удобные вещи. Вот, девочки, о чем я говорила, да. Вот она висит. И вот здесь висит. Ну, я еще могу повесить. И все. Вот висит первая там, да, на отглаживание. Все погладила. Убрала там назад. Висит следующее. То есть не нужно мне развешивать по квартире по всей. Очень удобно. О, находка. Так, давайте теперь пройдемся по вещам, девочки. Первое. Что я взяла в такую классную футболку. Она реально классная. 100% хлопок. Смотрите. Я взяла размер, конечно же, 46 и 48 можно было брать. Я была в одном магазине, видела эту футболку. Я хотела ее взять. Посмотрите, лев. Лев. Я уже познакомила зодиака лев. И мне очень нравится такое, знаете, очертание. Он как бы такой полу выглядывает. Такое, да, где-то снизу. Такой неявный рисунок, что просто посредине. Какой-то необычный. А здесь, смотрите, прошитое еще тоже. Вообще черненьким. По-моему, очень стильно. Белая футболка, хлопковая. Принт такой ненавязчивый. Лев. Под мой знак зодиака. Хотела взять, но был размер только 40, по-моему, в каком-то фиксе. А вот в этот фикс зашла новый. И там 46 и 48 было. Два по 46 и один 48. Я взяла вот такой один. Короче, мне она очень нравится. Просто вообще. И ходить куда-то. И вот что-то одевать, надевать. Ну, короче, футболка, мне это прям огонь зашла. Я обрадовалась, что она есть. Ну, она прям, знаете, прям 100% хлопок. Ну, прям вот хлопок и ничего. Никакой даже лайк, когда нет. Здесь 100% хлопок. Обалдеть. Я сейчас в домашних штанах. Не обращайте внимания. Но 46 размер футболки. Надо было брать вообще 48. Ну, то есть она, видите, она прям вот такая покроенная. Как-то ровненько так. И прям, мне кажется, это вообще эска. Понимаете? Не 46, а 42. И здесь она прям как-то в облипочку, да? А я хотела, чтобы она прям вообще такая широкая была. Знаете, такая прям вообще свободная. Ну, вот. Мне кажется, очень даже классно. Под лосины какие-нибудь, велосипедки. А также можно её и заправить вот так вот. Тоже такой левчик тут. Да прикольная. Прикольная, классная. И вообще просто невычурная футболочка. Футболочка. Дальше. Ещё. Ой, девочки. Ладно, сейчас вещи покажу. Я забыла там ещё кое-что показать. Вот такая маечка ещё мне понравилась. Единственное, что там были разные цвета, девчонки. Были коричневые. Но они все, как называется, плетение блестящей нитки туда внутрь. Мне это, честно говоря, не очень нравится. И вот единственный цвет, вот этот бежевый, в котором её особо не видно. Вот так вот, да. Ну, как бы нет, её видно, но она не бросается в глаза. Вот так скажем, да. Она не выглядит как-то дёшево. И вам её показываю, вы, возможно, даже её не видите, да. Я вот сейчас покажу поближе. И вы увидите, да. Вот другие цвета, например, коричневые. Потому что везде серебряная вплетена эта нитка. И вот коричневая, например, да, и серебряная нитка вплетена. Прямо её видно отчётливо. Серый тоже видно. Ну, короче, там были ещё какие-то ужасные цвета другие. Но самый классный такой бежевый, да, базовый, мне кажется. И мне нравится вот именно прям крой, да. Вот прям вот, знаете, она как-то немного как... Как что? Как непонятно, что? Ну, в плане... Что-то такая базовая. Ну, мяу! Ногти от моей кофточки убрала. Короче, вот такая вот классная. Мне она нравится. 199 рублей, по-моему, тоже стоила. Если ошибаюсь, то я здесь напишу правильно. И это, девочки, 48 размер. Да, я люблю всё брать оверсайзом, чтобы оно немножко было так свободненькое, да. Ну, даже оно вот здесь как бы... Мне кажется, если бы я взяла 42, было бы некрасиво. А вот именно, чтобы она была такая лёгкая, свободная, длина хорошая. Это как раз-таки, да. И очень красивый вырез. Я, короче, померю здесь, вам вставлю. Слушайте, вот эта маечка вообще мне прям нравится. Вы видите, она не совершенно не 46 смотрится. Как будто это такая вот моя маечка. Вот её длина полностью. Ну, вот можно её либо заправить куда-то, опять же, с высокой талией, да, джинсики, брючки. Вот так я чутка поправилась, не обращайте внимания. Ну, я там вот так примерно, да, сделала. Ну, очень. Вот она здесь прям вообще такая нейтролюшечка, нейтролюшечка. Забру светочку, чтобы видно было. Да? Такая прикольная. Кстати, ещё плюс вот такой маечки, это то, что она не мнётся. Это реально большой плюс. Её можно не вешать на вешалку, а просто сложить вот так и положить на полочку, да. И возьмёшьте вы её в прекрасном состоянии. И такие вещи всегда я люблю брать в поездке. Но большой минус, что она делает зацепки очень быстро. То есть схватила кошка, ну, слава богу, пока она мне зацепок не поставила, хватая, да. Ну, вот, например, я снимаю и там серёжкой зацепляю буквально, да, гвоздиком. Ну, вот она мило пришла. И я думаю, что она, ну, как бы очень быстро выйдет из строя именно потому, что зацепки будут. Мила? Майка, это твоя, да, зеленоглазая моя кошка? Это твоя Майка? Дай маме Майку. Маме дай Майку. Можно? Только когти не выпускай. Да кто когти выпускает, я не поняла. Ты ещё и кусаешь её. Ты обалдела вообще, кошка? Так, дальше штаники, девочки, тоже. Ну, это штаники домашние, но мне понравился цвет, опять же, бежевый. Хотя, вот они бежевые и бежевые, они очень разные какие-то, хотя здесь даже не отличаются. Ну, они разные, здесь какая-то розовинка присутствует, а там какая-то зеленца, вот. Так, цену этих брюк я тоже не знаю, но брюки, ну, я так понимаю, домашние. Домашние, это не по улице ходить, здесь карманы с двух сторон есть у нас, да. И они вот такие вот широкие и свободные к низу. Вот, я взяла размер, опять же, 46-й. Для того, чтобы не давила резинка, потому что это очень важно для домашней одежды, да. Ну, и длина, чтобы была нормальная. Также там были цвета чёрные, по-моему, были ещё серые. Ну, я взяла бежевый, вы сами знаете, ну, нравится он мне, домашний он прям такой. Да, ну, я надела. Показываю. Ну, длина нормальная, то есть её можно регулировать. Я прям на пояс здесь подняла, да, можно чутка спустить, и будут они ещё длиннее. Брючки классные, мне нравятся брюки вообще. Прям для домашних огонь. Можно даже, мне кажется, и куда-нибудь выйти, прогуляться, что нахуй. Прикольные, мягенькие такие, классные. Вот. Зачутик! Я вам говорила уже, что я дома люблю ходить, на самом деле, в красивой одежде. У меня очень много красивой одежды, я её продолжаю заказывать. Я хочу, чтобы был всё время выбор, потому что я всё время снимаю, кто-то ко мне в гости приходит. Просто даже, когда одеваешь красивую домашнюю одежду, ты чувствуешь себя хорошо. Ну, тут недавно я снимала влог, короче, и я после дня рождения проснулась, одела какие-то вот, ну, штаны, в которых я сейчас снимала, да, домашние, растянутые мои. Одела свои любимые штаны, которые удобные, кайфовые, любимая майка, короче. И сверху ещё одела свой просто этот, шёлковый халат, да. Это, конечно, видосик был такой. Я ещё себе свой лук засняла, потому что что-то там говорила. Но это как-то не стыкуется с тем, что я говорю, что, да, красиво люблю одеваться, и тут напялила на себя. Но бывают такие дни, когда ты встаёшь, там, не выспалась после гулянки, и ты просто одела первое, что попало в голову. Лишь бы было тепло, так что-то здесь холодно, что-то натянуло, и просто выглядишь смешно. Вот, но вот я купила сейчас вот эти штаники, да, они реально очень хорошие, классненькие и новенькие. Коленки ещё не оттянуты. А вот эти уже как раз-таки стоит выбросить. Так что я вам говорю о том, что я их выбрасываю. Кто увидит меня во влоге в них, знаете, их уже нет. Взяла носочки. До сих пор ещё в фикс-прайсе напряжёнка с носочками. Вот эти вот. Я давно на них смотрела, не хотела их брать, потому что мне показались они такие тонкие, знаете. Вот засовываешь туда руку, сейчас засуну руку, и как бы сквозь вот эти вот пупырышки, да, уже как бы виднеется там всё. Но я решила взять, мне цвет понравился. Думаю, ладно, я похожу, попробую, тогда уже точно будем знать. Мне кажется, мне кажется, я могла преувеличивать. Короче, цвет хороший, я думаю, что они прикольные. У кого-то я смотрела, кто-то даже их хвалил. Кстати, девчонки, что я на носки наговариваю, я вот их одела уже, я хожу в них, кайфовые носки. Надо будет ещё другие цвета купить. Так, что я вам забыла показать? Это вот что. Электробритва с тримером, девочки. Да, она не новинка, я давно на неё смотрела, но её не брала. Думаю, зачем, это же для мужчин. И чё? Ты стоишь у двери. И что ж ты стоишь у двери, кошечка моя? Встала, прямо у двери, видели? Встала. Так, короче, да, здесь написано типа для мужчины. Я такая думаю, зачем оно мне нужно, я же не мужчина и тра-ля-ля. Да, девчонки, ну я же могу это не на щите не проверить, а, например, на подмыхах, а, например, ещё где-нибудь. Короче, я решила затестить. Ну, естественно, все тесты отдельных, вот таких, на моём втором канале. Так, батарейки купила девочки и из еды. Смотрите, давно я хотела взять чипсики, и это одни из моих любимых чипсиков. И с крабом зачётные, и просто с солью зачётные, вы помните, я их одно время просто любила, ела. Сейчас я уже не часто так ем, но я их люблю, они вкусные. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. И новиночка. Имбирный чай. Та-да-да. С гвоздикой. Содержит витамин С. Я сначала подумала, что в пакетиках, потом как-то вот так потрогала, ну, просто в пакетиках заваривать, да. Потом потрясла, думаю, какая-то фигня. Там же в магазине открыла. Девочки. Надо было, кстати, пересчитать. Какие-то вот такие пакетики. То есть там просто какая-то сыпь. Её насыпаешь в кружку и заливаешь 60-80 градусов. Сейчас мы вместе с вами попробуем. Я сейчас заварю и приду к вам. Что-то ещё хотела сказать. Состав. Сахар. Экстракт имбиря. Мальтадекстрин. Экстракт чёрного чая. Экстракт гвоздики. Регулятор кислотности. Лимонная кислота. И аскорбиновая кислота. Витамин С. Вроде нормальный состав. Кто разбирается, скажите. Короче, сейчас я залью водичкой. Мне почему-то кажется, что это будет напоминать какую-то, знаете, типа этого, тераплю. Так, а сколько тут пакетиков? Давайте проверим. Не обманули ли меня и не вытащили ли тут пакетики? Потому что очень легко как-то открывается. Десять. Должно быть. Пять. Пять. Десять. Да. Всё. Сейчас я пойду заварю и приду и закончим видео уже и скажу, как оно там вкусно. Девочки, высыпала вот сейчас. Получился вот такой вот порошок. Похож на просто какой-то серый сахар. И очень сильно пахнет гвоздикой. Прям даже неприятно. Сейчас залью водичкой и вернусь. Я вернулась. У меня в этой квартире, в этой комнате, да, небольшое эхо. Ещё потому что здесь по большому счёту мебели, кроме кровати, на которой я сижу, больше нет. То есть остальное это так, не мебель. И поэтому я чувствую здесь ещё некоторое эхо. Но ничего. Скоро оно уйдёт. Так, смотрите, какой цвет получился. Такой мутный, мутный чёрный чай с лимоном, да. Но мутный. Запах, честно, ещё и духами какими-то отдаёт. Вот лично мне, такими старинными. Москва там, типа. Не знаю. Это вот кто любит гвоздику. Я люблю, но очень, очень тонкий аромат гвоздики. Вот это вот для меня прям вот пить. Вот честно, как будто я сейчас буду лекарства пить. Как будто я болею, и мне вот нужно вот это выпить. Даже если бы я болела, я бы всё это не выпила. Ой. Я не то, чтобы не всё бы не выпила. Это ужас. Ну для меня, девочки, для меня сразу скажу. Я сейчас вам просто скажу, что происходит и что я чувствую. Во-первых, сладко. И я чувствую конкретный имбирь, который сразу с первого глотка жжёт мне и горло, и язык, и всё. То есть здесь очень много имбиря. Прям-прям-прям. Возможно, для лечения это реально круто, как я и угадала. Я такой чай, прям когда вы простыли, прям самое то. Но я не люблю имбирь, и я не люблю много гвоздики. И не люблю сахара. Там очень много сахара. Ну, как бы я сахарозаменитель использую, да? И поэтому это напиток вообще не для меня. Особенно вот это вот ужасающее имбирь до сих пор у меня вот сейчас. Вы видели, сколько я глотнула читочку вообще? А жжёт у меня как будто, я не знаю, целый имбирёныйш съела. Ой, ой-ой-ой. Надо будет кому-нибудь задарить. Во-первых, надо кому-нибудь дать попробовать. И кто любит имбирь, кто лечится такими вещами, это можно использовать даже вместо терапию, мне кажется. Вот так. Кто пробовал, девочки, напишите. Просто у меня вкус своеобразный на еду, да? И я вот такие вещи не люблю. Напишите, кто любит имбирь и так далее, и кто это пробовал, чтобы не был мой отзыв очень субъективен. Чтобы в комментариях ещё были люди, которые сказали, да не обалденная вещь, она там спасла простудку и так далее. Если такие есть, пишите. Все, мои хорошие, это все были новиночки на сегодня. Я вас люблю, целую. Прощаюсь до следующего видео. Если понравилось мое видео, обязательно ставь лайк. Не забудь подписаться, потому что впереди очень много интересных видео. Я для вас готовлю и новые рубрики. Ну и лайк, комментарий, подписка. Все. Пока-пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok